Вот так создаются праворубные технологии. Сделают они это через 10 лет, вы знаете, это, честно говоря, вот мне, это не важно. Потому что по пути, даже если они эту цель не достигнут. Только наоткрывают. Они столько сделают по пути, что, в общем, того, что они сделают по пути, хватит на очень многие-многие вещи. Обратите внимание, американцы всегда ставят суперамбициозные проекты, в реальность которых никто не верит. И, наверное, они тоже особо, особенно те, кто ставят. Нет, ну, они всё-таки так, ну уж... Колумб верил в то, что... Я думал, нет, я думал, почему здесь рак? Ну, ведь это же более широкая тема, да? Живой компьютер, управление, там, как это понимать, как туда, значит, войти в такую материю живую, настолько глубоко и настолько серьёзно. Почему связались с проблемой рака? Ну, это сейчас очень всех волнует. Это коммерческое звучание данного проекта. Абсолютно точно. Он ему деньги дадут, если что. Ну, да, институт здоровья, правительство, разные корпорации и так далее, и так далее дадут, естественно, проще. Естественно, проще. Кроме того, вот та же Джасмин Фишер ведёт целое направление вот уже в рамках этих работ. Очень интересный подход. Вот помимо того, что она создала этот программный продукт, который может, ну, там, работать с довольно сложными биологическими системами на уровне, там, сложных сетей. У неё довольно интересный подход. Она говорит, количество информации и знаний – это разные вещи. Я согласен. Знание – это всё, что написано в книгах и так далее. Информация – это информация. Не знание, а информация. А знание – это понимание вещей. Вот как-то мы с Володей Уверским просто рассуждали на тему, сколько учёных в мире. А сколько в мире учёных? А бис его знает. Около пяти миллионов. Всего? Господи, прости. Евгений Янович, каждый пишет статьи. Господи, их же не прочитать. Нет, вы себе представляете? Всего лишь. Море информации, которая существует в мире. Вот Фишер, она поставила вопрос в интересной плоскости. Учёные не в состоянии переработать эту информацию. Возможно, что решение, которое он ищет в какой-то отдельной области, найдено уже в отношении, там, уже в другой области. И нужно только понять, есть подобие или нет подобия. А как? А человек вообще не знает, что это такое. И про эту область не знает. Ну, вот пример. Мы занимались тут сетями. Это как некими такими объектами, сетевыми графами и, так сказать, свойствами этих сетевых графов. И это чисто теоретические развлечения. И, так сказать, занимаясь такими развлечениями, мы придумали некую иерархическую сеть и стали изучать её свойства. Безотносительно к чему-либо. Владик Иванович, надо, к сожалению, на секунду будет прерваться нам. Владик Иванович, у нас в гостях физик, заведующий лабораторией теории сложных систем Института химической физики РАН. Так, я напоминаю, у нас в гостях Владик Иванович, физик, заведующий лабораторией теории сложных систем Института химической физики РАН. Мы остановились на том, что вы разрабатывали сеть, занимались сетями. Ну, не разрабатывали, а так сказать, да, занимались. Ради развлечений вы отметили, да? Ну, да, но теоретики все делают ради развлечений, это естественно. Наука в некотором смысле всё-таки развлечение, но это такое развлечение очень непростое. Вот мы изучали такие, построили некий тип сетей, которые иерархические, так сказать, и изучали свойства этих сетей, как они себя ведут, насколько они стойчивы, как они могут развиваться и так далее. Безотносительно к чему-либо. Вот две недели назад мне один мой знакомый присылает статью, ещё не опубликованную. У нас есть научный архив припринтов электронных, которые доступны сразу. Ну, там уже, в общем, авторство, оно фиксируется. Где показано, и без ссылок на нашу работу, потому что человек не знал, он занимается тем, как устроен мозг. Это нейрофизиолог. И оказывается, все эти связи нейронов, которые он там рисует, и эффекты, которые он там как бы наблюдает, они практически один в один совпадают с тем, что мы описывали в иерархических сетях безотносительно вообще ко всяким нейронным сетям. То есть, вы на одну и ту же ситуацию смотрите с разных сторон. Да, мы как бы занимаемся своими вещами, и мы ничего не знаем о нейронных сетях. Он занимается нейронными сетями и ничего не знает о том, как развиваются знания в области, скажем, графов иерархических сетей и так далее. Вот мы говорили сейчас о Джасмин Фишер, вот что у неё есть некий взгляд. Вот она предлагает, и она, собственно, реализует эту вещь. Она говорит так, что вот надо собрать всю информацию, скажем, о раке, вообще, которая существует в самых разных плоскостях. На уровне пациентов, на уровне видов, на заболеваний этим, на уровне отдельных случаев, на уровне классических примеров, на уровне биохимии, там, я не знаю, фармакологии, там и так далее. Это гигантская совершенно информация. И сделать программу такого анализа, этой гигантской базы данных, которая позволила бы из этого анализа вытащить понимание существа дела. Ого! Существа дела! Вот! Ой, это было бы очень полезно. Понимаете, то есть, вот это же очень здорово. Я думаю, что это чрезвычайно важная деятельность, и что она, вот 5 миллионов научных учёных, которые генерируют, производят огромное количество информации, которая не становится знанием. Вот в чём проблема сегодняшнего дня.